КОРСУНЬ Накануне губернатор Сергей Морозов побывал в Красуне, где провел совещание по поводу ситуации с распространением COVID-19. Главным вопросом стало оказание своевременной медицинской помощи жителям Красунского района. Эта тема стала проблемой из-за того, что сразу после вспышки коронавируса районная больница была закрыта на карантин, а значительная часть ее работников оказала в числе заболевших. На совещании было принято решение создать в Красуне резервную больницу для зараженных COVID-19. Разворачивают ее на базе инфекционного отделения Красунской районной больницы. В самом отделении проведут дезинфекцию и помывку, после чего там можно будет принимать пациентов. Там будут работать врачи, привлекаться также из города Ульяновска, на время пока наши доктора там на карантине. Также все будет там определяться, если с легкой и средней степени будут люди находиться тут, если там в тяжелой степени будут также госпитализироваться уже в профильное учреждение города Ульяновска. Врачи из Ульяновска, а также из Майной Вишками уже прибыли в Красун и оказывают помощь. Всего их будет около 20 человек. Они работают в приемном покое, проводят по домовой обход, проверяя состояние больных с коронавирусом и выявляя тех, у кого тяжелое состояние. Из них же сформировано несколько бригад, которые занимаются забором мазков у людей, имеющих подозрение на заражение. Предполагается, что приезжие врачи проработают в Красуне около двух недель, пока не выйдут с карантина местные медики. Но если потребуется, то они могут задержаться. Работают медики готовы до победного. Как пойдут дела? Вот сейчас мы взяли по 20 человек. Если все мы достаточно быстро сделаем, значит возьмем еще, потому что с положительным диагнозом пациентов достаточно много. Значит возьмем еще адреса, опять поедем. Это на сегодня. А завтра, как Родина скажет. Все врачи в обязательном порядке обеспечиваются противочемными костюмами, которые позволяют им не заразиться от пациентов, с которыми они общаются. По поручению губернатора средства защиты медиков должны постоянно пополняться, чтобы у людей не возникало с этим проблем. Только сегодня из Ульянска в Корсун было отправлено 300 защитных комплектов. Идет помощь и видеоборудование. В Корсун направлен еще один автомобиль скорой помощи, который рассчитан в первую очередь на тяжелобольных. Также из областного центра сюда был направлен передвижной флюорограф, чтобы в случае необходимости делать снимки легких с максимальной оперативностью. Кроме врачей, из Ульяновска в Корсун планируют направить и волонтеров, которые должны будут помогать медикам. Сейчас подъезжают волонтеры из города, в том числе, по домовые обходы. Мы их обеспечиваем полностью, волонтеров, всеми средствами защиты, отправляем по улицам для того, чтобы знать, кто себя плохо чувствует. Причем это не только Корсун, наша задача еще, Языково, Нагаево, все те села, которые задействованы вообще в этой истории. К слову, врачи, приехавшие помогать корсунцам, отправились в районный центр добровольно на передовые борьбы с коронавирусом. И свой поступок они объясняют очень просто. Потому что это наш долг, мы врачи, кто, если не мы. Игорь Улитин, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ из Корсунского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова